Всем привет! С вами канал Шутинский Ир. Цель на моем канале сделать вас сильнее и помочь вам в достижении ваших спортивных результатов. Сегодня, наконец-то, удалось время уделить именно себе. Не обзору спортивной экипировки выше или каких-то спортивных вещей, а немного помочь нашему каналу стать сильнее в плане съемки и улучшить наше качество. Я давно не обновлял вообще свою технику. Порядка уже двух лет я пользуюсь тем, что приобретал на протяжении позапрошлых, ну, точнее, прошлых двух лет и, точнее, первых, скажем так, съемочных годов, когда мы наш канал ввели и только начали с отцом это делать. И я за четыре года не менял основную камеру, на которой снято порядка 90% всех первых роликов и даже роликов сейчас. Это была GoPro Hero 9 Black. Сейчас вышла уже 12-я GoPro. Это самая последняя модель, на которую мы сделаем распаковку и сделаем тест, обзор на нее, соответственно, потому что реально качество очень важно. И без хорошего качества, без хорошей картинки и хорошего звука, как вы поняли, очень трудно работать в целом на канале и достичь каких-то вообще успехов, скажем так, в этом деле. Не только в спорте, но потому что мало кто знает, что чтобы что-то хотя бы вести и чтобы снимать, надо вложить приличную сумму и приобрести хотя бы какие-то базовые, реально качественные вещи, чтобы канал был смотрибелен, звук был реально тот, который мы хотим слышать, потому что у нас долгое время были проблемы больше со звуком, чем с картинкой, и мы впоследствии приобретали вот такие микрофоны. Но сегодня речь идет об основной камере, которую мы сегодня и распакуем. Приступаем к нашему обзору. Как я сказал, 4 года мы камеры не обновляли. Упаковка, кстати, стала с того времени моднее. С прошлого обзора она была просто черной. Теперь появились какие-то дизайнерские штучки, всякие какие-то переливы. Ну и, собственно говоря, по классике мы видим, что эта камера может. Это GoPro всегда пишет, скажем так, хвастается перед тем, как вы распакуете новую камеру, что тут у нас получается есть съемка в 5К 60 кадров, 4К 120 кадров. В общем, это формат съемки. Также фотографии, сколько она у нас может плавать, то есть погружаться до 10 метров. И, соответственно, всякие фичи, как голосовое управление, стабилизация и так далее. Но об этом я расскажу уже чуть позже. И я уже, кстати, ее приобрел 3 дня, но, к сожалению, приболел и не смог физически это сделать, и распаковать на камеру, как бы я этого не хотел. Приступаем к распаковочке. В этот раз, к сожалению, мы не видим такого удобного чехольчика от GoPro, как было это в прошлый раз. А видим вот такую картоновую штучку, которую, скорее всего, мы выбросим. Но, наверное, я ее оставлю на память, потому что я предыдущую GoPro уже продал, и поэтому сравнить ее так просто у нас не получится, потому что перед приобретением я хотел избавиться от прошлой камеры в пользу новой. Но что мы видим в упаковке? Ну, сразу я сказал, пропал у нас кейс очень классный, который был в прошлой камере. Ее можно было перевозить, можно было положить помимо GoPro еще какой-нибудь DJI Pocket или две камеры. И, в принципе, в плане перевозки в какие-то долгие поездки это было реально удобно. Хотя, на самом деле, я этот кейс так и не брал куда-то глобально, но пару раз все равно его использовал. Но, как обычно, нас приветствует зарядный кабель. Далее, из мелких таких вещей это у нас батарея. Кстати, сразу скажем, с девятой GoPro здесь более функциональная батарея. Она немного имеет другое название. Она предназначена якобы для более холодных условий. Она появилась уже вместе с девятой и десятой GoPro, но я так и не приобретал эти батареи, поэтому посмотрим на опыте использования, будут ли они отличаться от старых батареек. Ну и по базе это у нас крепежи для GoPro. На шлем их можно отдельно приобрести в большом количестве. Ну и сам крепеж основной, благодаря которому мы прицепляем. Ну это базовый комплект, комплект как бы без всяких там, скажем так, комбо. Потому что я видел, где-то кому-то засылали полноценные комплекты со всеми фиксаторами, ну или как DJI делает DJI More Combo, где там дополнительные аккумуляторы или, допустим, DJI Pocket, это были у нас какие-то, допустим, микрофоны фирменные. Ну и приступаем к самой распаковке камеры. Она у нас запечатана в какую-то, наверное, очень разлагаемую бумагу, не засоряющую экологию. Аккуратненько снимаем вот эти все экранчики, освобождаем. У нас, видимо, нет, получилось это сделать. Ну сразу надо сказать то, что форм-фактор остался прежним, начиная с, ну, наверное, девятой, да, девятой GoPro глобальных изменений не было. Там седьмая, восьмая не похожи, но не совсем то. И мы видим, по сути, похожую камеру, какая нас встречала долгое время, скажем так, назад с седьмой GoPro, как я сказал. В принципе, осталось все то же самое и на вид, и на цвет. Нет, экранчик только у нас будет почетче, и по основному я скажу, это процессор. Процессор изменился. Попробуем ее включить. Я не знаю, как заряжена, не заряжена эта камера. Да, она оживает. Привычные для нас символы. Ну да, экран стал чуть-чуть почетче, чуть-чуть помоднее. Сейчас мы попробуем, что он делает. Ну и видно, что вот даже по работе и отклику экран стал быстрее и резвее. То есть, управлять GoPro будет гораздо интереснее. Ну, мы сейчас все это включим. Посмотрим, на первый взгляд, что вообще изменилось. Да, видимо, нам надо вставить сим-карту для продолжения какого-либо-то там действия. Но это мы уже сделаем в следующем кадре, потому что GoPro нас просто не пускает к себе, пока мы ее не зарядим далее. Прошел день с момента того, как я настроил камеру. Я успел поснимать и составилось первое впечатление. Но, собственно говоря, ушло очень много времени перед тем, как я ее вообще включил. Потому что в деревне, где я снимаю этот обзор, очень плохой интернет. Без новой прошивки, без приложения вы не запустите эту камеру. И мне было очень сложно найти флешку. То есть, сим-карту, не сим-карту, а SD-карту, которая у меня была бы неполная. И я мог бы скачать это обновление на эту камеру. Но все мучения прошли. Что я сразу скажу? Это быстрота работы камеры. Потому что сразу видно, что появился быстрый отклик. Как камера чувствует вообще прикосновения. Потому что раньше очень было часто то, что камера не слушалась. Этот экран тоже не слушался. Даже в девятой GoPro. И было очень много вылетов. Потому что процессора ей не хватало. В этой камере это полностью изменилось. И камера стала просто юзабельная. Мы можем ей пользоваться реально очень хорошо и нормально. Но вот тут видно в камере на заднем экране Соньку, на которой я снимаю этот обзор. Но приступим к тому, что по умолчанию тут стоял упрощенный режим съемки. Где можно было выбрать только частоту кадров. Разрешение 4К, 1080, 5.3К. Самое лучшее качество. Ну и смену объективов. Этот режим нужен для тех, кто просто будет снимать эти ролики. Без какого-то там продвинутого уровня. Просто снимаем, кайфуем и выкладываем какие-нибудь шорты в Instagram. Там нет никаких, скажем так, ISO. Нет никакого выбора выдержки или подробных настроек по поводу видео. Но как только я зашел в фирменное приложение, я смог только там настроить вот этот вот, скажем так, продвинутый режим. Где мы можем выбрать соотношение сторон. Разрешение, допустим, 4К, 120 кадров. Полностью частоту можем выставить от 24 до 240 кадров в секунду. Также можно здесь же настраивать объективы широкоугольный, линейный и так далее. Можем выбрать настройку стабилизации, включить, выключить или автовключение сделать. Ну и, соответственно, настроить камеру по поводу ISO, выдержки, резкости. И, допустим, резкость надо вообще поставить низкую. Специально потому, что GoPro снимает лучше всего на низкой резкости. И также можно выставить звук. Ну, в принципе, это все понятно, как в старый GoPro HDR или лог-профиль новый, про который вы дальше увидите. В целом, кстати, ну так по нововведениям, я уже сказал, это новый процессор. 4К, 120 кадров, 5.3К, 60 кадров. Увеличенная матрица там где-то примерно на 0.09 делений, не сильно важно. Но по сравнению с 11-й GoPro, конечно, это разница. С 9-й GoPro разница будет гораздо значительнее. И камера, кстати, показывает очень неплохие результаты в ночных условиях. Но если сравнивать не с какими-то фотоаппаратами или даже телефонами, а просто с предыдущими GoPro, потому что картинка стала более стабильной и менее шумной, что очень важно для GoPro, потому что из-за ее электронной стабилизации раньше снимать в темноте было практически невозможно. В принципе, вот я уже поснимал ролики, достаточно быстро все крутится. Вот можно, в принципе, послушать даже. И видите, как быстро все откликается, то есть камера реально стала юзабельной. В принципе, по поводу этой камеры не могу сказать ничего плохого. Это реально очень классная экшн-камера. Да, цвета яркие, все реально круто, красиво. Но я скажу то, что реально хорошее решение. Даже если у вас 9-я или 10-я GoPro, можно обновиться. Все равно работать будет быстрее. И выглядит все это очень интересно, потому что камера получилась, как я сказал, в своих классических чертах для камер GoPro. В целом, у меня было желание еще попробовать Osmo Pocket 3 или ту же Osmo Action 3. И третью именно от DJI Action Camera. Но я воздержался, потому что я имел DJI Pocket 2, и мне он не очень понравился. И я решил себе не изменять и приобрести новую GoPro, которая как раз-таки меня, в принципе, порадовала. И я понял то, что, точнее, увидел те нововведения, которые они сделали. Это реально того стоило. И ничего плохого, как бы, точно сказать не могу. Ну да, кто-то будет придержаться к качеству, кто-то еще будет к чему-то придираться. Но если мы говорим про обычного пользователя, юзера подобных камер, то это реально очень хорошее решение, которое позволит улучшить съемку. Потому что даже камера телефона в Pro Max 15 не сравнится с этим качеством. Эта камера поконкурирует стабилизацией. Не знаю, с любым вот таким вот DJI стабом, или, предположим, с DJI Pocket и так далее. Если перечислять все рынки на камере, если даже не лучше, а стабилизация на рынке, это, ну, если говорить про хорошие условия, потому что в темноте все равно условия, скажем так, это не для нее. И на эту камеру реально можно снимать качественный контент, качественный звук. Если мы говорим про какой-то экшен, какие-то выезды, блоги, или брать с собой поездку, потому что это компактно, удобно, так что она не боится воды, погружений примерно до 10 метров без кейса. И, в принципе, мы спокойно можем ее использовать. И по поводу еще зарядки я расскажу то, что, ну, по крайней мере, новый аккумулятор, он держит зарядку хорошо. Это надо тестировать уже зимой или в сильную жару, там, свыше плюс 30 градусов. Но, по крайней мере, камера радует то, что она не садится очень быстро, и можно спокойно там снимать на 100% зарядке контент и не париться то, что у нас что-то сядет или разрядится камера внезапно. Потому что мне всегда хватало на один поход одного аккумулятора, потому что я не снимаю 3-4 часа в сутки на эту камеру. Я снимаю где-то ролик всего 20-30 минут, где этих кадров мне вполне хватает. И я не ищу какую-то, скажем так, альтернативу в плане аккумулятора или ее работы, времени работы. Потому что, в принципе, здесь мне всего хватает. И, как я сказал, это реально годное решение для любителей спорта, путешествий и даже людей, которые ведут обычные блоги. Потому что это, как я сказал, уже моя была одна из первых камер. И реально, в целом, 90% времени снимается даже у меня на канале. По крайней мере, раньше снималось, до того, как у меня появился автоаппарат. Ролики стали более статичные именно на камеры этого бренда. В принципе, это не реклама, просто это мой опыт использования. Сегодня у нас тест, точнее, первый тест к качеству съемки новой GoPro. Тесты будут проводиться в основном в 4К 60 кадров. При этой съемке у нас получается, что разрешены все возможные объективы. То есть, это HyperSmooth, SuperSmooth. Это 12-16 мм, самые широкие. Далее, это линейный обычный объектив. 19-26 мм. Это объектив без всяких искажений. По краям без дисторсии. Бычкообразные, которые появляются при широком угле. В принципе, у всех камер бери те же объективы ширики. И дальше будет тест объектива, получается, с выравниванием горизонта на 360 градусов. Он доступен только при 4К 60 кадров. И, по-моему, он недоступен у нас в 5,3К уже. Там только 27 градусов наклона камеры. Дальше он уже не начинает поддерживать. И картинка дропается и поворачивается в сторону. Ну, а сейчас вы видите то, что я сказал. Это самый широкий объектив HyperSmooth 12 мм. 4К, 60 кадров в секунду. И стабилизация HyperSmooth 6.0. Ну, и, в принципе, можете наблюдать также на протяжении всего теста. Звук камеры, который записывается на ее внутренний микрофон. Далее режим SuperView. Этот режим был уже у меня на 9-й GoPro. Он был самым широким. Но в тот момент нужно посмотреть, как отрабатывает стабилизация. Потому что мы бежим достаточно активно. И картинка, думаю, на айфоне. Она, кстати, будет далее в сравнении. Должна быть по факту хуже. Потому что все-таки это GoPro. И при хороших условиях электронная стабилизация должна отрабатывать очень неплохо. Потому что на рынке GoPro одна из самых лучших стабилизаций на данный момент. Тем более это флагманская последняя модель этого года. Ну и сравним мы ее, соответственно, с 15-м айфоном. Который тоже считается флагманским. И с самыми последними технологиями на рынке. В плане видеосъемки на смартфон. Забыл упомянуть о широком объективе. Он идет до линейного. Это 19-30 мм. Он, кстати, тоже убирает дисторфию по краям. И картинка не становится искаженной. В принципе, для кого это важно. Тоже полезная функция. И стабилизация в нем тоже должна отрабатывать хорошо. Но надо учитывать, уже идет кроп. Картинка в таких режимах, как мы видим, сужается. Не такая широкая. И, в принципе, если мы снимаем экшн. Этот режим нам не особо нужен. Потому что я почти все время снимал в самом широком режиме. И мне, в принципе, на дисторфию, на какие-либо искажения, ну, грубо говоря, наплевать. Потому что они мне не мешают. Глаз не мозолит. Линейный объектив. У нас уже, скажем так, картинка более-менее похожа на то, что снимает основная камера того же айфона. Или брать классический объектив 24-35 мм на фотоаппарате. Понятное дело, при приближении никакого боке у нас не будет на камере. Но при этом, как я сказал, нет каких-либо искажений. И надо учитывать то, что съемка ведется, как я сказал, в 4K60 кадров, при стандартных цветах, которые идут из коробки. Поэтому для сравнения с айфоном, с его фирменными цветами, это будет более эффективно. Тем более, я думаю, люди, которые будут смотреть обзор, это, возможно, начинающие съемщики, кинооператоры. Будущие, потому что я начинал свою историю и любовь к камерам именно с GoPro. Это первая камера, которая у меня появилась. Мне фотоаппарат, начиная сначала с 7 Silver, и дальше я уже менял на 9 GoPro, когда она только вышла. В принципе, эта камера дает хороший старт. Ну и чтобы люди имели понимание, как она конкурирует со смартфоном, потому что, скорее всего, они будут сравнивать ее как раз-таки со смартфонами, мы должны сделать этот тест. И смотрим, в деле, как выглядит у нас объективчик с выравниванием горизонта. 360 градусов, Адели, не даст соврать то, что я просто камеру верчу в разные стороны, но при этом картинка остается ровная. Вот я ее переворачиваю. Дальше будет еще тест вместе с айфоном, где он снимает ее со стороны. Но как бы тут угол видно, что шире на экранчике GoPro. Но при этом можно вертеть камеру как хочешь, и, в принципе, она будет выдавать ровный горизонт. Это, в принципе, думаю, в каких-то условиях будет важно. Но если мы говорим про экшн-камеру, то все-таки хочется иногда получить движение, какую-то резкость, какие-то смены все равно горизонта, которые добавляют эпичность кадру. И этот режим нужен, но нужен все равно в меньшей степени, чем самый широкий угол HyperView, который добавился у последних GoPro. Плюсом в копилку добавим 5,3К, 60 кадров в секунду. У меня было на прошлой камере 5,3К, но при этом 30 кадров в секунду. Сейчас можно получить двукратное, скажем так, замедление на посте после обработки этого ролика. Раньше такого сделать было нельзя, как я сказал. Ну и, честно говоря, 5,3К формат, он не поддерживается многими смартфонами. Думаю, он не будет востребован в целом, потому что многие до сих пор укладывают ролики даже в 1080p. И, наверное, этот формат будет нужен тем, кто эту камеру будет использовать как запасную или для второго кадра, чтобы сменить план. И 5,3К позволит нам сделать троп уже на посте, увеличить, приблизить картинку без потери качества с оставшейся четкостью. И поэтому, думаю, для обычного человека этот формат тоже не будет таким востребованным, как те же 4К 60 кадров или даже 4К 120 кадров. Они более полезны, потому что можно получить слоумоушен 4 раза с замедлением, и при этом картинка будет оставаться в 4К вместо 2 и 7К, как это было на GoPro 9, потому что в этом формате только была съемка в 120 кадров в секунду у прошлых GoPro. Но можете посмотреть на цвета, можете посмотреть, как в целом камера отрабатывает в подобном режиме, справляется, и в целом вы определите, есть ли вообще разница какая-то при сравнении с 4К на YouTube. Всем еще раз привет! Меня попросили рассказать свое мнение по поводу этой камеры. Вообще я пользуюсь только телефоном, снимаю только на iPhone. И что я могу сказать? Вот я 9-ю GoPro тоже видела, снимала на нее, и даже я, человек, который вообще не понимает ничего в этом, почувствовала разницу, потому что экран реально работает быстрее на камере, вот. И стабилизация меня удивила. То, что вот камера вращается, картинка остается на месте, это очень круто. И вот как человеку, который ничего не понимает, блин, было бы круто иметь в своем арсенале камер такую вещь, потому что очень удобно. Вообще я попросила Никиту мне приклеить эту штучку на шлем, которая крепеж. Крепеж для GoPro, да. И, возможно, летом попробую снять что-нибудь на роллерах, если все получится, и мы ее поставим. Мне кажется, это тоже будет очень прикольно выглядеть. Обзор трассы какой-нибудь записать. Картинка будет очень четкая. Честно, даже для своего архива очень приятно. Вот так вот. Обязательный тест GP OGO. Это профиль, который позволяет нам работать с видео на пассе. Это та функция, ради которой я и приобретал последнюю GoPro, потому что эта функция появилась абсолютно недавно, и девятая GoPro такой возможности не имеет. Но подобные видео весят больше и позволяют нам на посте вытягивать тени. Наоборот, убирать экспозицию из кадра, убирать засвеченные участки, ну и тянуть определенные цвета, менять, допустим, цвет травы или цвет неба, делать, каким мы его хотим и каким мы его видим. Ну, цветокоррекция – это вкусовщина, но так как я привык работать с S-Log на камере Sony, для меня цветокоррекция не является чем-то таким неизведанным и тем, что я бы никогда не стал делать. Мне это, наоборот, нравится. Но большинству людей также, думаю, эта функция особо не нужна, потому что люди почти не красят кадры с GoPro, так как в стандартных цветах она снимает ярко-красиво, и большинству людей этого хватает. А я, наоборот, хочу, чтобы у меня картинка на посте имела какой-то, скажем так, индивидуализм, и мы за счет ND-фильтров и дополнительных, скажем так, разбирательств в настройках этой камеры в ISO-й выдержке можем в итоге получить видео, близкое к тому, что делают видеографии на YouTube, допустим, с каких-то путешествий, где мы видим снятую на GoPro идеальную картинку, почти сравнимую с теми же реально профессиональными камерами по типу Sony FX3, FX30 или каких-нибудь топовых Fujifilm, или не знаю, кто там у нас еще Canon снимает неплохо, Nikon серии Z, и при этом, как бы, подобная функция реально обычному пользователю позволит приблизиться к подобному результату, потому что это реально, ну, не каждый сможет сделать такое видео, так его качественно покрасить и сделать, но подобная функция реально нам поможет в этом деле. И обещанный тест напоследок сравнение iPhone с GoPro. Снимаю сейчас в 4K 60 кадров на обоих, скажем так, девайсах. На GoPro включен объектив 16 мм, на iPhone это ширик с включенным режимом Active, то есть с повышенной стабилизацией электронной. На ширике, кстати, у iPhone только электронная стабилизация. Давайте попрыгаем и посмотрим, что в итоге будет на посте. И немного пробежимся. Немного я ошибся, iPhone умеет снимать только 2.8K 60 кадров в секунду при подобном режиме со включенной повышенной электронной стабилизацией. Также сейчас основная камера на iPhone и линейный объектив на GoPro, который приближен уже к обычной камере смартфона или того же фотоаппарата привычный для нас 24 примерно миллиметра. Оно где-то пишет GoPro 19-30, но это изображение без каких-либо искажений по краям и бычкообразности. Но сейчас мы пробежимся немного. iPhone, к сожалению, не дает нам возможности снимать с повышенной стабилизацией в 60 кадрах 4K, но сейчас вы можете увидеть разницу между iPhone и GoPro и сами понять, что для вас лучше. И все-таки обыграет ли топовый флаг Note Apple знаменитую легендарную камеру для съемки активности и спорта. Пример видеосъемки с выравниванием горизонта на 360 градусов под съем на iPhone и GoPro снимает в стандартном цвете без всяких алгоритмических профилей и HDR. То, что я хотел сказать, я уже сказал, поэтому как таковой итог, он особо не нужен. Даже вот сейчас, смотря на задний экранчик камеры, меня картинка реально впечатляет, насколько широкий угол, потому что ни один фотоаппарат и ни одна камера смартфона этого не даст. Реально годный звук для записи всего. Вы даже сейчас можете это слышать, потому что я записываю именно на эту камеру без всяких чехлов, дополнительных микрофонов. Поэтому, думаю, это реально хорошее решение. Я уже перечислил для кого. Альтернативы другой я не вижу. В принципе, можно также говорить про DJI Action. И там есть также вот эти логарифмические пропили. DJI Tocket 3 тоже прикольная вещь, но она не влагозащищена, потому что, если мы говорим про какие-то долгие выезды и реально про Action, нам все-таки важнее, чтобы у нас камера была функциональна и была пригодна для любых использований и любых съемок, потому что это реально очень важно. Ну и в целом я говорю то, что в своем форфакторе это, наверное, один из лидеров. А если докупить еще 2-3 аккумулятора к этой камере дополнительно, то у нас будет просто безграничные возможности по съемке. И в целом, если мы докупим какие-то обвесы, допустим, тот же модуль звука, который идет, и дополнительную линзу, которая делает угол обзора до 8 мм, то этой камере, думаю, цены не будет. Хотя я даже не знаю, для кого нужен этот угол. Там более широкий, чем последний Hyperview, потому что вот мы видим, то что угол просто огромный. Вот так делаем. Но это только, наверное, дальше это, если покупать какую-нибудь N-360 с полноценным обзором и крутить, вертеть картинку как хотим. Но и то качество на выходе будет гораздо хуже, чем на GoPro. Если мы этот ролик зальем еще в YouTube, то от картинки просто ничего не останется. Она рассыпется на квадратики и это просто гиблое дело. Поэтому, ребята, если у кого-то остались вопросы, то пишите в комментарии. Я постараюсь всем ответить. И если вас заинтересовала эта тема, то мы можем делать какие-то сравнения в плане камеры, потому что у меня канал лыжный и подобная тематика, она для меня, скажем так, нова и не особо, скажем так, восприимчива для моих зрителей. Но, возможно, есть какие-то видеографы, которые так же, как я, любят снимать и любят технику. У меня куча идей, на что можно снять обзор. Поэтому пишите, спрашивайте, узнавайте и предлагайте какие-либо ролики для съемок. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока.